Музыка 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 Вообще-то я решила, что вам налево Это я сама решила, что тебе налево Походу это... А, ну там мышцы Вещи лежат, переодевались, да? Девочки, здравствуйте Всем привет! Сегодня мы с Носей Совершили очень интересное Такое действие Как вы уже поняли по началу видео Мы с ним решили пойти на танцы Парну, просто как в кино Знаете? Ты когда отходишь У меня будет плохо слышать Говори, говори, а так у тебя только лицо в мониторе Мы пошли на бачату Причем очень прикольно, что студия сейчас Как бы на ремонте, поэтому их зал Там, где я занимаюсь Вот я занимаюсь парадист Рядом у них вообще буквально там зал И там они танцуют леди стайл, бачату, зомбу и тальсы Мы с Тешей решили пойти на бачату Ну это было очень необычно Потому что сразу же в первый же день У нас была смена партнеров Видимо так каждое занятие происходит Вы меняетесь по кругу партнерами И это было так неловко и тяжело Потому что у меня не танцевало никогда ни с кем И Леша то же самое Мы же пришли вдвоем танцевать Но кстати там можно договориться, чтобы я танцевал только со своим партнером Да, прикол в том как раз Что наоборот меняешь, чтобы ты привыкал к другим Но... Ну расскажи ты как тебе? Здорово, ну правда отключаешься от всего Вообще, вот час жизни просто выпал Это... я даже не знаю с чем это сравнить Действительно здорово Мне очень понравилось Атмосфера, обстановка И тренер мне очень понравился Он так легко объясняет Он такой позитивный Какой-то вот легко вот от него идет Он без каких-то там, знаете, вот бесит его, что кто-то не понимает А мы же новички Он все по сто раз разжевывает И ну молодец такой Короче, мы купили уже абонементы И мы приехали поесть Потому что очень хочется кушать И как вы видите Все, что съела, так и тут сина бонус Два сина бонус утра И блин, банан А уже вечер Вот это все Это у нас ярмарка еды Фестиваль А, у нас очень популярное мероприятие в Запорозье Которое проходит каждый год По-моему, даже оно может проходить несколько раз год Но по-моему, самая масштабная осенью Пикник на Радуги называется Мы с Лешли почти сюда сюда приезжаем И крайне редко мы что-то здесь едим Только в одной из первых На одном из первых пятников мы ели этот Долбаный устриц Фу Не пробуйте никогда Да То ли мы не той породы Но мы сегодня очень голодные Реально, мы не ели с Лешу весь день И пора поесть Аттракцион, видишь, волна Это как раз поел и туда сразу И назад все выпрямил Чтобы потом следующее попробовать Да Вот оно, счастье есть Мы когда-то уже показывали По-любому меня люди спросят, как я тебя убедила пойти на танки Ну и как Если бы я не хотел, ты бы меня не убедила Поэтому пошли есть Давай потом поговорим об этом Потому что хочется есть Внутри этого всего Островов Чехии Эти булки твои Эти булки мне нравятся Как они называются? Я помню, ты просто раз купила и так и не ела толком Нет, я его просто не силила Но он очень сильный Так Это, наверное, поближе может показывать? Сейчас подойдем Дай еще что-нибудь людей пропусти Здесь много расставили в столиках всяких Да Да Вот здесь Вот здесь Тушка Мясо Что Это Мидии Картошка Плов Видишь, креветки Там Наверное Там Вот Это Галентвей Галентвей Это Не знаю Баранчик шов Ну вот Куча мяса Не Не Еды очень много Так это мы еще не прошли с вами дальше Давайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дальше 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 Кстати, можно посидеть на пуфиках Лаундж бар, да Здесь Какой лаундж бар? Лаундж зона Лаундж бар А здесь вот Раблыки Ну они, кстати, вот часто на праздниках Вот эти Раблыки Но, честно говоря, пробовать я их не хочу Я боюсь Я же говорю, мне хватило устриц А это что? Ялта Тут, наверное, морепродукты красивые Ой, очень красиво Мне нравится А, вот, кстати На что? А, да, вот, смотрите А за сколько это интересно? Ну, не знаю Можно пиво попробовать, как обычно Панда Это доставка, по-моему, да Вот здесь можно купить пиццу, хот-доги Ну, да Ну, это доставка популярная Я не слышал Тут панда ходит Это очень сильно Сливая тело Что? Машина А что это? Машина А, хочешь попробовать? Здрасте Я вас тоже снимаю Ты меня снимаешь? А это что? Это просто кофе Надеюсь, у него хорошая фотография получилась там Он только что нас сфоткал Я понимаю, но я не смогла не обратить внимание Он такой симпатичный Здрасте Здрасте И, как обычно, очень яркий ларочек с сангрии, да? И сангрии Там не было надписи Там была просто глинтвейна вверху Ну и кофе делают, да Еды много И морепродукты, и мясо, и сладости Все есть, ребятки Много алкоголя Конечно же, разного Крафтового Игровые цены Мастер-классы А пряничные Вот, детки делают, наверное Или просто ели пряники Либо делают, либо ели Я заняла нам столик с пуфами Получается 30 гривен С человека Один пуф в час Он заплатил 60 гривен То есть за час за нас двоих Дело, что там пошло что-то брать Но цены разные, знаете Вот один шашлук стоит 55 гривен за 100 грамм Другой такой же самый 80 Надо погорить, побродить В принципе, все одинаковое Ну, как бы Выделяются реально Вот улитки, там Модопродукты Такое А, это был единственный свободный Поэтому я сюда села Что это? Соус А, я думала попить что-то пролез Что это? Ваш А это все у меня Первое, второе и компот Тебе все любезно запаковали Ну, рассказывай Любезно, по моему настоянию Сколько стоит? Где взял? Короче, за все это я дал 385 гривен 385? Страшно, Татьяна Пуфы с страшностью Я поправила Ну, Леш, ну что я могу придумать? Ты захотел на пуфы Да ты есть Ты хотел на пуфы Я хотела за столик Сидим теперь здесь Подождите, теперь надо сесть после дня с ногами О, мы еще и на закате сели шашлык есть Как романтично Так а что здесь? О, ну сейчас Пока Ну так неуловно, блин Как это вообще есть? Ты тоже села Ну как мне еще сесть? В платье Как мне в платье сесть, скажи мне? Надо было не брать пуфы Ты же сказал за пуфы спросить Я пошел Ну я что-то не подумал Сколько здесь В платье Парижу поместите все А ну свечу я Ну расскажи ты уже, блин, в конце концов Я дал 385 гривен За что? 350 грамм куриного шашлыка нашел специально для тебя Пару перчиков Сыр на гриле и эти Грибочки Грибочки Это грибов там столько? 300 грамм, только немножко Все пристроится А, и лаваш И лаваш И соус Ну не знаю, как это, дорого, очень недорого? Это средний Пока на расслабоне, на чиле Да, ясик? На грязных пуфах Нормально Это Т есть три степени Даже четыре Начальная самая степень Это люди сидят, едят на лавочках Вторая степень Мы назовем их Люди обыкновенные, домашние Они нас со своими покрывалами Вон сзади дядяшки Третья степень Это мы На пуфиках Нет, третья степень Это те, кто сидят за столиками просто Которые бесплатные Да Потом идет Полу Этот, как он Полу-люкс Это мы с дядяшкой И есть Лухуари Это вон там Красными леточками Все огорождено Все Закрыто И люди Прям чувствуют себя Это как почувствовать В этом движе Ну тут реально движ Ты никак не выделишься Как почувствовать себя В этом движе элитой Зайти за четыре столика Которые огорождены ленточкой И все Ужасно Да, нормально Как будто бы Такой фиш Ребята, серьезно Блин, как будто бы И наряжение И как будто бы там И все, спасибо Хотя рядом Точно такой же шатер Только без ленточек И так же люди сидят Только за то берут деньги А за обычный нет По поводу еды Лаваш пресный Еду или пресный Мясо было вкусное Соус тоже Но грибы Я говорю Я бы не брала Перец как перец Сыр был вкусный Хотя он тоже был пресный Ну Ну там, знаешь, в чем прикол Они вот это делают Все пресновато И там лежит соль Вот такой И все туда руками Себе посыпают Ну я как бы Честно Ну я видел Может там надо ложечкой Как-то А люди Я видел Как они туда руками На эвакулации Посыпать себе Ну Честно говоря Я не рискну Лучше так А я бы нет А я бы нет Диана уже сидит тут Мечтает Как мы покоряем Большие танцполы Бачата Нет, я бы с удовольствием С Лешей съездила бы Сначала на вечеринку По Бачате А потом бы и на конкурс Потому что я уже знаю Что такое конкурс И я вижу, что это совсем другое Ты тут с партнером Ты не один И это совсем другие танцы Я бы с удовольствием С Лешей попробовал Мысли великих После первого пробного дня Я бы, честно говоря Уже Я представил себя уже Вот это мой кубок Золотой Между прочим Первые места Меня зовут Не, не обязательно Меня зовут Меня зовут На карнавал Куда-нибудь На карнавал Всеукраинский конкурс Киев Приезжает Анжелина Джоли Брэд Питт Все кинозвезды Посмотреть Как мы Такие И мы такие Бачата И ты в этом момент Должна была Пошевелиться Бачата Я даже не услышала Тебе еще нет Бачата Ногой Тебе Ногой пихануть Я ему говорю Там вон дитя играет Пошли от работы Все, что мы сегодня выучили Даааа Под эту музыку Попадки бедем? Нет Тут, кто наелся Что-то калории, наверное, сбрасывает Не знаю Какие-то танцы танцуют Не совсем понятно Кто и какие Но что-то там Ну это какие-то Они подготовились заранее Я в сладкой фантазии купила вот такой кейк-попсик один и айс-латте. Честно говоря, не пила 100 лет айс-латте, и больше как-то не хочется. Приезжайте на пикник на Радуги, там можно попробовать что-то вкусненькое. Но не сидите на пуфах, они грядные. Выберите другое место. Можно потанцевать, что-то выпить можно. Если вы что-то выпьете, вам там будет очень весело, это точно. Сейчас вот народ только начал сбегаться с начала седьмого. А мы с Лешей сегодня устали. У нас был очень активный день, что у него, что у меня, еще и танцы, знаете, они прям все как-то заполонили в моей голове. И нам, кстати, тренер дал вот такие вот листики, шаги в бачате. Вот как они все называются, их тут аж 18 у нас. Мы сегодня выучили в бейзик, рива, абаха, по-моему. Повороты, паса уэльта. Нет, паса уэльта, а не паса уэльта. Нет, паса уэльта. А нет, паса уэльта была? Сложно уже. Ну, он как-то по-своему назывался. Ну, мы, наверное, с тобой сейчас приедем, выпьем по бокалу вина за начало нашего с тобой танцевального союза и будем танцевать все шаги. Включим бачаду какую-нибудь. Потому что следующее занятие у нас, ну, в идеале, да, в субботу. И это почти неделя. Можно за неделю все забыть. Надо обязательно отрабатывать. Почему? Там есть для более, типа, продолжающих. Да, есть группа для более продвинутых. Но пока туда идти рано. Да, конечно, рано. А для начинающих только раз в неделю. И то сейчас будут менять и расписание. Поэтому надеюсь, что сделают такое, чтобы мы могли ходить. Я-то одна могу ходить, но мне нужен мой партнер. И тогда будем снимать еще и танцы. Танцы, да. И учиться с нами. Дайте меня Ричард Гир. Какой гор? Ричард Гир — это пояр. А Ричард Гор — это я. Ну, у Лёжа такое лицо было сегодня. Серьезное такое, знаете. Ну, мне чуть было легче, потому что... Не знаю почему. Ну, просто мне было чуть легче. Он был с очень напряженным лицом. И у него сначала повороты в эти не получались. Он до конца, по-моему, так и не понял, да, снизу поворот? Он понял уже? Ну, это было очень круто. Вообще, это как в кино, знаете. Вот этот момент, как из фильма. Вот ты это смотришь и понимаешь, что, боже, это в жизни происходит, ты в это не веришь. Я вообще поверить не могу, что мы с Лёжей пошли на парные танцы. Потому что мне казалось, что заставить мужчину пойти на какие-то танцы, это вообще-то нереальная задача. Тогда ты себя сейчас поснимала в чем-то день? Ну, и что? А потом, знаете, типа... Потому что мама когда-то очень сильно хотела с мамой танцевать такие танцы. Ну, не бочатого, а какие-то... Ну, сальса, румба, что там такое. И она даже купила диск для того, чтобы они занимались дома. Иначе было очень популярно. По дискам, да. Ничего они не начали учить. Диск тут так и завалялся. Папа не решился пойти сильно на танцы, потому что, видимо, она и не дожала. И так они никуда и не пошли. А я считаю, что это охренительное просто занятие для пары. Просто обалденно. И вообще танцы по своей сути это что-то нереальное. Очень сильно рекомендую танцевать. Ну, они отключают, да. Ты забываешь про все. Какие-то заботы, какие-то дела. Я приехал, я с работы, у меня голова замороченная. Весь в работе. У меня продолжают звонить люди. Пока я танцевал, у меня с десяток не принято. Но в момент вот этой всей тренировки отключаюсь. Да. Сто процентов. Особенно если вам нравится музыка, танцы, которые вы выбираете. Это все, это полное погружение. И мне бы часа было мало. Реально. Мне хотелось еще. Короче, пипец. Звонила Диана, мама. Мы все такие на позитиве. Мы едем домой уже. Она звонит, говорит. Очень сильно воняет прям с окон газом. Или гарь какая-то. Такая, что непонятно, в общем, что произошло. Испугалась, позакрывала окна. Все. Оказалось, тут рядом недалеко дом. Вот, я думаю, вы сейчас видите. И вот он весь черный внутри. Квартира у кого-то конкретно сгорела. Я надеюсь, конечно... Убил, что это типа сгорело? Да, да. Черный, говорили. Дым черный с той стороны валил. Пожарные приехали. Газовая служба. Ну, непонятно, просто газом воняло. Или это был просто запах пластмассы, паленый. Вот. Вот там раз, два, какой-то четвертый этаж. Туда вам пожарники тушат. Перекрыли газ. Здесь конкретно, здесь где-то стоят, перекрыли. Чтобы не было. Гаврили, с той стороны дома прям валил черный дым. Хотя, как видишь, он пенсионер выше немножко, да? На два этажа выше. Никуда не уходит. Может, это просто загорелось. Может, это... Может, это действительно не газ, а пластмасса так воняло. Знаешь, я видела как-то пожар. Мы с тобой видим в квартире какой-то. Так, там был серьезный пожар, там все было черное. Там весь полкон снаружи был черный. Но это был страшный пожар. Но здесь просто успели, могли приехать, чтобы он снаружи. Снаружи на месте, все на месте. Да нет, ты же видишь, что внутри он черное, там видно. Короче, капец. Две пожарные, бедные люди. Это очень стрёмно. Знаешь, одно дело просто пожар. Знаешь, где-то что-то замкнуло. Другое дело, если действительно газ, что-то там это... А какая ради? Не, ну пожар можно успеть уйти. Где-то, где-то, где-то квартира, все. Ну, от обычного пожара. Не знаю. От обычного... Нет, обычно, наверное, это не газ. Почему? Потому что, если действительно рванет газ вот так, прям черное внутри. Не дай бог. Да, это просто пожар. Может, что-то там, да, если там балкон тут. А нет, там не балкон, там, наверное, окна туда выходят, да? Я не знаю, какая тут планировка. И вот это они, эти окна открытые, нет? Сразу черное, ближе. Да? Наверное, да, да. Два окна открытых, черное. Сейчас сзади, наоборот, вон, вон. Ну, стрёмная такая, честно говоря, это... Сто раз сидишь, думаешь, выключил ли дома что-то, да? Особенно во многих новостроях, вот как и у нас, допустим, да, это более-менее новый дом. Там нет ни заземления, ничего, там просто два провода, все. Это плюс-минус. Ну, и газ, это уже более редко. Вот такое, понимаешь, замыкание какие-то. Сам теперь ты знаешь, сколько может быть пожаров. Человек мог курить у себя в квартире, там много чего. Нет, может быть, миллион. Но все равно это все стрёмно. Ну, видишь, уже пожара нет. А, три пожарные машины, видишь? Главное, что внутри никого нет. Ну, судя по тому, что скорую не вызвали, никого нет. Не, ну, видишь, газ перекрывает. И вот людям, люди идут газовщиты, говорят, что а свет, когда включат, типа нет. И вот они им говорят, к свету мы отношения не имеем. Вот что людям делать? Ну, там же, наверное, где-то закнуло что-то. Сейчас пока приедут все службы, пока придется бюрократик. Короче, очень стремно, прям три машины. Ну, опять же, если бы кто-то был там, наверное, в скорую вызвали бы, да? Я думаю, так сразу. На самом деле, да, не все так весело. Вот он, пожар. Видимо, вот горела квартира и пошла вверх. И вот этот пластик вонял. Причем, честно говоря, я не могу понять, как. Это ж вряд ли не может быть, чтобы... Не может быть, чтобы у одной квартиры выходили окна и на одну, и на другую сторону. Раз, два, три, да, четвертый этаж. Ну, выгорело. То есть, такое чувство, что на этаже несколько квартир сгорело. Тут вообще балкона нет. Да, вот весь балкон и поплавился. Вот вам и пластик, почему воняло, вот он. Я надеюсь, что там никого не было. Да. Люди, берегите себя, проверяйте газ. Это очень жутко выглядит, вот это стремно. Всегда проверяйте, проверяйте розетки, электроприборы. Это все очень стремно, правда. Жалко людей, которых на верх пошло. Как вот эта квартира... Я же не могу понять, такое чувство, что это две квартиры, потому что с одной и с другой стороны не может у одной и той же квартиры быть окна на обе стороны дома. То ли это суперогромная квартира, ну, вряд ли. Либо это две соседние, да. Вон вода течет сверху, видно, конкретно заливали водой, тушили. Да, там, представь, а нижние квартиры, что же, получается, они же водой сейчас залиты. Да. Вон, видишь, там кто-то проверяет потолки. Ну, капец. А видишь, там еще утепленный балкон, и тут, наверное, они видно. Вот утепленный, и все, все утепленное, видишь, сгорело. Ужас, все пошли, жутковато это все. Поэтому, все, в очередной раз говорю. Берегите себя и своих близких. Проверяйте всегда все. Просто, знаете, это какой-то контраст, когда чему-то радуешься, кто-то в этот момент... Да. Ну, ладно, нахватались негатива, все. Всем пока, на это не веселые ночи. Берегите себя и своих близких. Спасибо.